Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 415. События дня. Евангелие от Матфея, 19.8. А сначала не было так. За 30 января 2017 года. Считай громче. Игнатий Тихонович, нужен ваш совет. Жена хочет взять двухлетнего ребенка из детдома. У нас двое детей. Двух и четырех лет. Что посоветуете? С уважением, Роман. Игнатий Лапкин. Как ответить заочно? Сходите там, в храм православный к батюшке. Заранее о том помолитесь. Читайте Святую Библию, и ответ дастся вам. Римлянам 14.22. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Только не спешите это не на день. Не сбежите ли потом сами из дома, когда ребенок вырастет? От какого корня племени будет он? Премудрая Соломона 3.12. Жены их несмысленны, и дети их злы. Проклят род их. Интересно, вот я был в лагере, и бывает там она беременная, родит. Ну, нянька только откормила, чуть-чуть грудью, и от ребенка-то отказывается. И охранницы, бывает, не за мужей берут. Ребятишки хорошие, нормально. Но как лет 14-16, совершенно другие, как взбесились. Из дома убегают, тащат. То есть воровское племя. Рожденное от блуда. Это надо иметь в виду, поборят или нет. Я жил у одной хозяйки Захарова, у Лито Григорьевна. И у ней дочка вышла за офицера, а детей не было. И они взяли ребенка. Они были в Болгарии, служила, в советские части стояли. Где ребенка, не знаю. И она рассказывала, я не видел. Учится хорошо, до того почтительный. Бабка придет, а та, говорит, родная бабка, такой от него ласки не видела. Закончил медицинский институт. К нему очередь, другие, говорит, к ним никто не идет. Настолько он внимательный. Вот какой может быть приемный ребенок, дороже родных. Дальше. Владимир Буйновский, спасибо вам. Смотрю ролики каждый день. Так я засыпаю под них. Очень вас ценю, Игнатий Тихонович. Храни вас Господь. А Никита очень дерзкий, грубый парень в отношении вас. Это видно по роликам. Так хочется мне иногда его на место поставить. Наверное, просто еще молодой и не понимает, что творит. Слава Христу. Ну так понимаешь или нет, что творишь? Когда я упрекаю хамстый, вот это отношение. Только чуть задел, ты сразу раз. Совершенно неприемлемо для христианина. Он говорит, понимаешь или нет? Ты ответь. Он смотрит сейчас. Понимаю. Понимаешь? И дальше что за этим? Не творишь. Стараюсь не творить. Попроси, кто-то рядом, как-то меня одергивайте. Толкните меня ногой или дайте знать, что не туда я поехал-то. Иногда люди не понимают, как забрутся. Один все время врать любил. Ну и говорит, когда я буду, я же не могу выдержать. Ты мне на ногу-то наступи под столом-то, чтобы я... Мы, говорит, дом строили один. Там километр длиной. Он на ногу наступил и метр шириной. Так, поехали. Хаперский. Мир вам, Игнатий Тихонович. Подумал, что эта информация может быть вам интересна. Вот что пишет Тертулиан, которого, как вы знаете, от апостолов отделял всего лишь один век. Кавычки открыты. Поэтому давайте исследуем. Верно ли что? Не следует принимать предания, кроме того, что было записано. А вообще уже, когда мы подходим к крещальной купели, но немногим ранее в церкви под руководством предстоятеля, мы публично утверждаем, что отрекаемся дьявола, его блистательных речей и его ангелов. Так, прочитаем с нарожением. Публично, что отрекаемся дьявола, его блистательных речей и его ангелов. То есть там такие философы, все. А то и доня и плюнище на него. Затем, будучи трижды погружены в воду, еще яснее отвечаем предстоятелю словами, которые Господь определил в Евангелии. Когда нас выводят из купели, как поднимают новорожденных, мы вкушаем немного смеси молока и меда с водой, и начиная с этого дня, на протяжении целой недели воздерживаемся от ежедневного омовения. Вот еще как. Таинство Евхаристии, которое Господь повелел всем совершать во время принятия пищи, принимаем исключительно из рук предстоятелей. Ежегодно. Президентиум. Ежегодно мы творим добровольные приношения за умерших в день их рождения. В день же Господень, то есть в воскресенье, считаем неприемлемым поститься или молиться на коленях. Этой же свободой мы также наслаждаемся в период со дня Пасхи до Пятидесятницы. Однако мы переживаем и с трудом переносим, когда капля из нашей чаши или крошка нашего хлеба падает на землю. При всяком успехе и продвижении вперед, при всяком входе и выходе, когда мы одеваемся и обываемся перед купаниями и перед приемами пищи, зажигая ли светильники, отходя ли ко сну, садясь ли или принимаясь за какое-либо дело, мы осеняем свое тчело крестным знамением. Сингакула Атервиус. Интересно. Если потребуешь обосновать писанием эти и другие подобные им учения, никакого такого основания ты не найдешь в качестве их основания. Тебе приведут предания, как их создателя, Актрикс, обычаи, как их поручителя, Конфирматрикс, и веру, как их хранительницу, Абсерватрикс. Тертулиан Айвенце Война. Она может быть... Это война, это неправильно. Айвенце Война. По-моему, вот так она была. Война. Да. Священник Петр Михалев. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Обнаружил ошибку в нумерации проповедей. Так у вас написано, что проповедь про Закхея находится в 12 томе на 627 странице. На самом же деле проповедь на 635 странице. Ну какой молодец. Берет проповедь и где-то выставляет. И вот это замечание, как оно ценно. Ну просто ценно все. Игнатий Лапкин. Может быть. Да, может быть. Может быть. Ну маленько, вы не как я. Я соглашаю. Да, может быть. Почему? Техника сжимает величину букв и сдвигает страницы. Такое было уже не раз. Все. Я не защищаю. Максим Федотов. Епископ Евтихий Курочкин. Не уверен. Тут теперь епископ Евтихий Курочкин. И по всей вероятности, тут надо было кавычку поставить. Но я не поставил. Что епископ Курочкин говорит? Не уверен, что первым об этом очевидном напишу. На него уже писали. Просто не приходилось пока на эту тему где-то прочитать. Где-то есть и мне подскажут. Парадоксальным является факт, что умножившиеся в наше время старцы и старицы, кавычках, дают советы и наставления людям, не заставив их прочесть хотя бы Новый Завет от корки до корки. Духовно зрячие люди должны выгнать таких вопросителей, якобесов-искусителей. Помня один из выводов, сделанных Христом из своей прищи о богатом Лазаре, кавычки открыты. Имеют Писание, если Писанию не верят, то не поверят и воскресшему из мертвых. Вот, говорит, таких вопросителей гнать. А то младостарчица ко мне приписывает. А у меня перенасыщенно священным писанием. Совершенно слепые попы. А дьяхан, чего там Новосибирске, где в Туве, в Кызыле-Сун, или он любой ролик поставит. Бесчестное, бессовестное. Старцы, что вы отвечать можете? Вот сейчас я увижу, что отвечают люди. Притом я посмотрел сегодня, притом ролики очень похожи, очень известных пастырей. Можно ли делать наколки? Отвечают, можно, если это Богородица или Христос. Даже не верится, как подделка будто бы. Таким образом, непросвещенные писанием ставят старцев и старец превыше воскресших из мертвых. Но разве не искусители и бесы во плоти? Есть у этой темы и другая сторона. Не ознакомившись с Христовым Новым Заветом, ради которого Бог воплотился, что ты ищешь старческих советов? Ты же не в состоянии даже определить, согласен ли совет с Христовым Мучением. Я прочитаю маленько с выражением, смотри. Ради которого Бог воплотился. Что ты ищешь старческих советов-то, когда Бог воплотился, Евангелие дал-то? Ты же не в состоянии даже определить, согласен ли совет с Христовым Мучением. Ты в них слова-то. Он эмоционально говорит, епископ-то. Ну а как проверить? Писанием, писанием. Ты сверь. И вместо пастыря не избери волка, говорит Ян Златоуст. Сверяй. Прочитай. А он не понимает этого. А старец дает советы, а они совсем не сходятся. Ведь если не согласен, такому совету принадлежит приставка анти. Да-да, получайте антихристов совет. Давайте прочитаем сам. Ведь если не согласен... А как не согласен? Очень просто. Феофан Затворник говорит. Священник говорит. Благословляю. А Бог говорит. Не благословляю. Что будет утверждено на небесах? Так и здесь. Если не сходится, то что? Если не согласен, то его ответ, который нарез в Библии, такому совету принадлежит приставка. Это не совет, был антисовет. Да-да. Получается антихристов совет. Ты понял? Я понял. А ты на одном тоне считаешь и непонятно. Кто говорит, что, как... Ты считай, малейко, это со вникновением-то. Как оно будет? Один из святых вселенских богослов, по-моему, святой Григорий, говорил. Если в моем наставлении окажется нечто противное Писанию, не верьте мне. Это Кирилл Иерусалимский сказал. Ну, не важно, кто. Если слова мои не сходятся с священным Писанием, не верьте мне. Не сходятся с Библией, он прямо говорит. Хотел было подтвердить свои рассуждения, цитаты из апостольских посланий. И с этой целью открыл Библию. Но вскоре, что придется цертировать очень много текста. Поэтому лишь кратенькую апостольскую заповедь. И следуйте Писание, дает. Но я тогда поставил полностью, считай. Иоанна 5,39. И следуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Вот это мне Бог дал запомнить в первый день, как в руки мне дали Библию. Это Новый Завет. Настолько было это, я и жаждался. Я считал, и кажется, весь Новый Завет в течение одного прощения вобрал в себя. И сразу у меня на корабле был, и отдельная тетрадка. Вот это я дяде Степану. Вот это переписываю полностью. Не указание места. А куда указания? Это у них нету. Вот это брату. Вот это мне. И когда Новый Завет до конца досчитал, целая тетрадь для меня. Я, наверное, целый чемодан переписал тетради, отсылал домой всем. Считай, вот это тому-то. У меня, друзья, вот это тому-то. То есть у меня оно сразу заговорило живое. И так и осталось-то 54 года. Юрий Соболев. Благодарю сердечно, Игнатий Тихонович, за ваши ответы на мои вопросы. И брату-помощнику Никите тоже. В номере 404, события дня Евреям 9.27, человеком положено однажды умереть, а потом суд, 19.01.2017, разъяснили не просто достаточно, но преисполнено, коснувшись тех грани вопроса, которые я не видел даже. Спаси Христос. Так, вот интересно, сегодня мне скинули материал, я его даже не успел. Надо ночью слушать. А как слушать, когда люди-то спят, оно будет, вот. Можно ли православному человеку сделать татуировку? Протеерей Владимир Головин, город Болгар. И вот это сами откроете. Вот если я сейчас нажму, вот, контур нажать, а потом вот сюда, раз, и сейчас оно должно выкинуть туда. Вот оно где. Вот. Ну ладно. Протеерей Владимир. Теперь я посмотрел здесь, вот, дальше что? Нательный крест, почему, и тут какие слова. Так. Можно ли православному человеку, это он говорит, и еще другие. О татуировках. Тут священник еще один говорит. Это может Максим Каскун. Я ничего не слышал и не знаю. Не знаю, не успел ничего посмотреть. Но я говорю, какая причина, потому что ночь была. Вот. Куда я улетел-то теперь? Где мне искать ее свое? Это надо, вот здесь это найти. Я тогда прибавил только одно место. Пока. Пока даже не слушая, я уже знаю, что надо вот так. А как они говорили, я не слышал, не знаю. Но говорят, что они говорят, что можно, если это священное, изображение, там, Писание или что-то будет. Дальше. Левитам 19, 28. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. А при чем тут Я Господь? Объясни. Ну, не делайте, да и все, а Я Господь. А Я Господь-то, говорит, ни к селу, ни к городу. Зачем оно здесь слово-то стоит? Потому что Я Господь даю это повеление вам. Я Господь даю повеление. Я сотворил вас, это мой храм. Вы не имеете права распоряжаться. Сделай тело, сотвори человека, тогда и пиши. Ты даже комара не можешь сделать, лягушку не можешь сделать. Я Господь, мне не нравится, это в моем присутствии. Позорят мой храм. Да-ка там божественный будет. Я сказал, не делайте. Я не сделал оговорки, если божественный делаете. Я Господь. Если идешь за стан, то есть не внутри стан, а на двор сходить, как на двор говорит, по-тяжелому. Возьми лопатку и зарой. А что? Потому что среди вас ходит Господь. Я Господь. Среди вас Господь. Вот вести себя, как говорить, все время помни. Не судите, братья, друг друга. Яков говорит 5-9. Вот судья стоит у дверей. Ты говоришь о ком-то, а тот открыл дверь, о ком ты говорил и все слышал. Удобно будет тебе? А мы говорим, а судья у дверей стоит, у дверей конца нашей жизни. Судья стоит у дверей. Все. Я Господь. Я Господь. Я подтверждаю, что это я говорю. Правильно понял. Дальше. Дмитрий А. Игнатий Тихонович, еще не понимаю ваших слов. Прошу вас, ваше приглашение, приехать к вам на крещение во имя Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Смотрел ваши беседы. Трудный с братом, печальный ему. Очень беспокоит за него, не знающему. Но это мы с Романом беседуем. Вас хвалить не буду. Очень хочется поговорить. Хвалить вас надо, но некоторые наши братья бы не обманулись. Слава Богу за все. И пропущены звонки Дмитрия Анатольевича Краснова. Это он ночью уже звонил. И тут ясное дело, что я ничего не мог открыть и сказать. Приглашений никаких нет. Мы только даем знать, что будет крещение. Говорим 9 июля. Воскресенье 1 после 7. После дня рождения Иоанна Крестителя. Ну и наши ресурсы мы показываем. Какие у нас есть. Это мой мир. Вот он мой мир. Сколько здесь видео? 5175. Это в наших роликах здесь. Сколько фотографий? 17971. Вот так. И вот вчера это все, что поставил ночью, ночью уже сюда перекачал. Второй у нас ресурс. Большой очень. Что? Православный форум Игнатия Лапкина. Какой день он уже действует у нас? 2550 день. Я разделил на 365. Получается ровно 7 лет назад. Это первое, что мы организовали. До этого был маленький открытый сайт. Еще. То есть мы в сети довольно... Ну 8 лет практически уже. Ну то уже ушло. Там сервер что-то у них ушел. Здесь 1602 темы. Темы. Конечно. Ну не скажешь, что тут много. Но споров никаких нет. Вот я не знаю сегодня сколько посетила. То есть вчера. Мы можем даже увидеть. 405 человек. Ну 400 человек, когда я из дома не выходил даже за ограду. Ну выходил там, собак кормил. Ну 400 это человек. И проходит 3 месяца и ни одного спора нет. Ни одного нет. Почему? Это другой форум. Вот я смотрю и Андрея Кураева. Там между собой схватятся, ругаются. Десятки раз пикируются. У нас нету. Потому что обед дан такой, что они садятся там и отходить нельзя. Полное, абсолютно полное. По слову Божьей информации. Какую люди желают. То есть не только желают, а должны бы иметь. И вот тут у меня роботы нападали. Не мог избавиться. И уже третий день идет. Как роботов этих нету. И кто это сделал? Сергей парализованный. Заодно это я не могу даже понять. Какую Бог дал мудрость человеку. Даже программисты не могли сделать. А он это сделал. Попробовал раз, не получилось. Так вот еще. Мы сейчас дальше будем пробовать. Вот так и надо действовать. Ну и дальше у нас есть что? Это самый, можно сказать, очень большой. Так, это здесь у нас наш YouTube. Православный видеоканал. Сколько здесь у нас подписчиков? 6 тысяч 53. Просмотров? 5 миллионов 153 тысячи 120. Ну, было тут много больше. На 230 и вдруг цифра попятилась назад. Почему? Или техника врет. Ну, приблизительно так. Вот как это есть. Вот каждый день я ставлю по 5-6 роликов. И вот сегодня ночью поставил. И вот это уже 131 заглянул. События дня 110. Ну, остальные там, как поляна Златоуса, 41 поменьше. И самый большой ресурс у нас, самый тяжеловесный, это православный библейский сайт. Вот видите, Библия. Тут все книги. И плюс вот эти вот книги. Это второе издание вышло. Вот трехтомник. Показать. Трехтомник. Показать впервые за 2000 лет вышел с толкованием от Матфея вместе с Откровением. Этого не было нигде. Откровение всегда было отдельно. Блаженный Феофилак не толковал в 11 веке. У нас здесь все вместе взято. И дальше, ну, видно, как вот они, книги эти изданы. Вот эти полоски, которые здесь видны, это вот оно как выглядит. Это мы по нему как раз и насчитываем. И здесь мы раскрасили Гюставо Даре. Вот оно где. 230 картин Гюставо Даре и 10 картин в полный лист. Из разной классики на комментарии мои, которые даю. Вот как. И заметьте, какие здесь эти, вот они, видать, закладки. Красный. Синий. Ну, желтый это белый. Что означает? Это российский флаг. Даже закладочки нашего российского флага. Попутно хочу сказать. Такого флага не было никогда и нельзя его создать. Это единственный за мировую историю флаг, который флаг проповедь. Внизу красная. Что означает? Этот флаг вне национальный. То есть этот флаг может быть у татар, может быть у чеченов, может быть в Африке. Что он означает? Он вне конфессиональной, как называют конфессии. То есть вне религиозной отдельно для каких-то. Почему? Потому что все красный цвет внизу имеет, рождается в крови. Живем на кровавой земле. Польский мыслитель говорил, Мискевич, земля пропитана кровью от коры до центра. Вот это означает красное, вот внизу. Дальше. Второе, голубое. То есть мы должны думать о небе. Должны думать мустульмане, буддисты, православные, христиане, баптисты. Все думают о небе. Второе, синий. Это не то, что на Украине желтый, черный. Своими подсолнухами не наедятся никак. Синее. Синее небо меня так манит, зная, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канит. В небе не будет мести угроз. Вот это второе. Нужно это всем, да. И третье, вообще ни одна религия не может создать. Великий белый престол. Это откровение Иоанна Богослова, 20 глава. Великий, от лица его бежало небо и земля. Красный, синий, белый. Вот почему российский флаг единственный в мире. Мне пришлось работать на корабле, международные корабли, знаю. Все государства, которые имеют выход к морю. Ни одного флага подобного нет. Они как штаты обозначают. Волнистые линии Великобритания, владычица морей. Германия, там черная полоса, Ружская область. Это все земное. Все флаги земные. Они отображают что-то. Российский флаг, он отображает небесное и суд божий захватывает. И как это можно было не понять. Я вел занятия в разных отделах милиции, в университетах и спрашивал. В милиции сидят офицеров 750 человек и спрашивают, что это означает. Ни один не ответил. Даже не мог ответить, кто телефон изобрел мобильный. Мартин Купер. А кто? Интернет. Тим Бернер Сли. Хотя бы это-то надо ученикам дать. У нас в нашем детском лагере дети все это знают. Я им показываю, что означает этот флаг. Это флаг благовестия, флаг проповеди, флаг миссии Христовой. Ну и у нас каждый день мы засчитываем, вот здесь ответы я даю, 4124 по 55 тем, папок. Вот сейчас мы про церковь говорим. Какие вопросы мы прошли. Давай. Давай. Надо скопировать. Ctrl-S. Убираю. Теперь это можно закрыть, убрать. Оно мне мешается. Вот. Теперь что? Открыть вот этот вот. Word страницы. Ctrl-V. Ctrl-A заактивировать. И на 20 шрифт поставить. А Никита будет считать. Давай. Вопрос 3284. 19 тома. Твердым оком. Имел ли патриарх Тихон желание вернуться к апостольскому служению и понимал ли он необходимость в благовестии? Какие вопросы задавали у нас удивительные. Какие люди были, приходили. У нас очень высокий уровень. Это другие представители священники приходили. Еписко было на занятиях в университете. Ответ. Судить о патриархе Тихоне можем только по документам тех лет. Похоже, что доходило до него с великим трудом, что сопротивление советской власти с оружием в руках бесполезно. Это он выразил в своем послании. От прежнего бойца ничего не осталось. Но до полного осознания, за что эта беда постигла страну, он так никогда и не дошел. На богослужение на русском языке он так и не дерзнул. Вот это я могу сказать. Ну а такой ответ могут сегодняшний дать, который священники? Все до одного в России. Никогда. Почему? В страхе. В страхе. Его сразу за это дело уберут. А мне бояться зачем? Я не то, что там смелый или какой. Я должен дать документ. Вот доказательство. Послание святейшего патриарха Тихона к церкви 18 июня 1 июля 1923 года. Кавычки открыты. Божией милостью патриарх Московский в Северуси, архипастырем, пастырем и посомом православной церкви всероссийской, возлюбленные отцы и братья, к вам обращаем мы слово в уповании, что оно найдет горячий отклик в сердцах ваших. Вот заметьте, отцы и братья, а сегодня братья и сестры. Все говорят, нигде в Библии нету братья и сестры, нигде ни разу. Четыре века, которые знаем, ни один святитель не говорит братья и сестры, только братья и отцы. И вот патриарх, это большая редкость, что православный так ответил, значит он это понимал. Мне прислал книгу один митрополит, чтобы я посмотрел, я говорю, зачем вы братья и сестры? Так а что? Нельзя? Нельзя, ты ей даешь возможность говорить, раз ты к ней обратился. Вот это я не знал. Митрополит и не знал. И баптисты, все братья и сестры, братья и сестры, а скажи не говори. Он даже узнает, что я ему говорю, не говори. Он все равно будет говорить, почему трус презренный, он боится баб, подкаблучник окаянный. Тяжелое время переживает православная церковь. Появилось много разных групп с идеями обновления церковного. О коих мы уже высказывали свое мнение в предыдущем нашем обращении к православному народу. Обновленцы эти бессознательно или сознательно толкают православную церковь к сектанству. Вводят совершенно ненужные церковные реформы, отступая от канонов православной церкви. Никакие реформы, испринятые бывшим собором, мы одобрить не можем. За исключением нового церковного стиля и новой орфографии. Ведь я все-таки одно принял. А вот патриарх дальше этого уже не мог пойти никак. Новая орфография без этого твердого знака. А собственно не он, это указание, которое уже принято. Большую роль тут сыграл главный преступник Ленин. Главный мафиоз. Орфографии церковной книги, что мы и благословляем. Наряду с этим, пользуясь происходящей у нас неурядицей в церкви, римский папа всячески стремится насаждать российской православной церкви, католицизм. И при поддержке польских властей уже закрывается на территории Польши православные храмы. И многие из них превращены в костелы. Так, например, в одной Волынщине закрыто более 300 церквей и оставлено всего лишь около 50. Разные сектанты, баптисты, евангелисты и другие, как противники православию, также направляют все усилия, чтобы умолить значение православной церкви, привлечь на свою сторону православных людей. У евангелистов нет только четыре. Матфей, Марк, Луко, Иоанн. Это ложь. Баптисты могут быть, если они крестят. Всем им мы заявляем, что церковь православная не даст себя превратить в сектантские группы. И уповаем, что не отойдет она ни на шаг от своего учения. Получив ныне возможность возобновить свою прерванную деятельность служения Святой Православной Церкви и осознавая свою правильность перед советской властью... Правильность? Это он дал положение вот этой сергейской декларации, это основание он дал, патриарх. Виновность перед советской властью. Правильность. Дальше. ...и народам российским, выразившимся в ряде наших пассивных и активных антисоветских действий, как это сказано в обвинительном заключении Верховного Суда, то есть в сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей, анафемаствовании советской власти, воззывании против Брестского мира и другие. Мы по долгу христианина и архипастыря всем каемся и скорбим о жертвах, получившихся в результате этой антисоветской политики. Это хорошо сделало, это покаяние всегда хорошо. Зачем эти иконы ценные? Боятся, своровали там где-то, а тут пришли и изъяли, никто и спрашивать вас не будет. Тешились. И он осознает это. По существу виноваты в этом не только мы, но и та среда, которая нас воспитала. О! Приговор принес всему православию, которое было до него. Это шаг был очень смелый, решительный и правильно это говорит. Вот заодно это, мы должны всегда помнить патриарха в самом хорошем смысле. Дальше. И те злоумные люди, которые толкали нас на эти действия с самого начала существования советской власти. Ну, толкать могут рядового, но патриарха толкать-то. И мы приезжали там от белого движения, благословил, чтобы войну против советской власти. Он не пошел на это. Вот тоже был факт. Как враги трудового народа, они стремились свергнуть советскую власть через нашу церковь православную. Для чего меня, как главу последней, пытались использовать в этих целях. Ну, а то можно о ней говорить уже. Будучи бессильны побороть советскую власть, открыто и прямо, они хотели добиться ее уничтожения окольными путями, прибегая к церкви и ее пастырем. Да, такое было. Сознавая свою правильность перед советской властью, я желаю, чтобы так же поступили и те священнослужители, которые, забыв свой долг пастыря, вступили в совместные действия с врагами трудового народа православного, монархистами и белогвардейцами. И одушевленные одним желанием с ними стремились свергнуть советскую власть при помощи церкви. И для этого не чуждались даже вступить в ряды белых армий. Это все писали они. Там, ему, говорит, представили одно, другое, третье. Он с чем-то не соглашался. Вот это единственное, он уже скрипя силой зубы там подписал это. Это не его слова, он не мог писать. У меня следователь допрашивал, и мою маму допрашивает, неграмотную женщину, которая едва научилась считать, там, в 50 лет где-то. И она говорит, я не одобряю Игнатия, что он против нашей советской власти сказал так, наша советская власть, она самая хорошая в мире. Да она таких слов ни одного не знает. Я ему говорю, он смеется, он написал. А она расписываться не может, расписаться может и расписалась, что с моих слов записано верно. А она не считала. Когда у нас корову отняли, мать говорит, раскулачивали. Ну и последний выводил, я говорю, ну что могу, корову вводят-то. А я с ребятишками. Я, говорит, догнала его и пнула. Хоть раз допнула его, говорит. Родю Кондина, напротив нас жил Родион. Ну а корову-то забрали, все теперь. А раз она пнула, ее арестовали, мать. И посадили в каталажку, там еще одна женщина маленько там что-то сделала, оттолкнула. На утро их, куда их девать-то, их выпускать надо? Расстрелять, почему-то не расстреляли. Могли расстрелять. Ну это, распишись, что мы тебя выпустили. Она расписалась. А потом встал, говорит, корову. А ты, говорит, уже расписалась, что корову отдала добровольно. Наша мама Мария Егоровна Лапкина, Щунарева. Вот так. Как не тяжело было осознавать в этом преступлении против трудового народа российской и советской власти, но мы должны сказать хотя бы и горькую, но истинную правду сию. Мы осуждаем теперь такие действия и заявляем, что российская православная церковь аполитичная и не желает быть ни белой, ни красной церковью. Никогда она так красной и будет. Она шагу не сделает. Заразу коммунизма будут развозить по всему миру. Она должна быть и будет единой соборной апостольской церковью. И всякие попытки с чьей бы то ни было стороны, они не исходили вернуть церковь. Политическую борьбу должны быть отвергнуты и осуждены. Заранее предал их этих. Исходя из этих соображений, мы в апреле месяце 1922 года на соединенном заседании Священного Синода и Высшего Церковного Совета уже осудили заграничный церковный собор Харловацкий за попытку восстановить в России монархию из дома Романовых. Мы осудили, осудили. Когда говорят, никого не судите. Осудили церковный собор. Мы могли бы ограничиться этим осуждением владык, бывших на соборе, во главе с Высокопреосвященным Антонием, митрополитом Киевским. Если бы они раскаялись в своих поступках и прекратили свою деятельность в этом направлении. Но нам сообщают, что не только не прекратили они свои деятельности, но еще более того ввергает православную церковь политическую борьбу совместно с явными, проживающими в России и за границей противниками народа русского, участниками разных монархических белогвардейских организаций, которые принесли стране немало несчастья и теперь не отказываются от своего намерения восстановить в России монархию. То есть вот все это написано было не им. Там Карпов был, какие поставлены от советской власти. Они это все вложили, и он подписал. И мы не знаем, подписал или нет, но так говорится. Пусть они хотят теперь смиряться и покаяться перед народом российским в своих содеянных преступлениях. Иначе придется вызывать предсвященных владык в Москву и просить советскую власть о разрешении им прибыть сюда. То есть чтобы их расстреляли здесь. Он будет просить, а они придут. Но явное дело, что этого сказать не мог. Это они уже не понимают, что говорят. Господь да умудрит всех нас искать каждому не своих сил, а правды Божьей и благо Святой Церкви. Вот это правильно, абсолютно так. Пришло время за все отвечать, говорит, режь кабанщика. Смиренный Тихон, патриарх Московский в Сеяруси, 1 июля 1923 года. Известие. 6 июля 1923 года. Вот адрес-эпиграф я написал, подписал. Порог Амос 4.10. Амос. 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 Да нет, вообще не слыхал такого еще. Посылал. Ну и то последнее слово, то первое. Я уже на первое ставлю. Ну вообще-то, ну знаешь, что Амос. И все говорят Амос. 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 Я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих. И падут одни от меча врагов своих. И твои глаза увидят это. Да. Покотворение. Иисус Христос душой скорбящий ловит. И внемлет реву гибельных речей. Но и от тех, кто крест готовит, не отвращает любящих очей. Пришел к своим, не приняли свои же. Где тот восторг от иорданских струй? Пришел к своим и слышит ближе, ближе, иудин шаг, несущий поцелуй. Сад гефсиманский, факелы, проклятия, кинжалы, колья, топот, скрежет звон. А где друзья, где сестры, где же братья? Глухая ночь, а в ней синедрион. Он исцелял, он поднимал из гроба. Ужель из памяти истерлись эти дни? Уснуло сердце, ожила утроба, орущее. Распни его, распни. Пришел к своим, свои же и предали. Пустыня, мрак, не звездочки вдали. Лишь женщины, осмелись, зарыдали, Когда его на холм тот повели. Иисус Христос, любви безмерный образ. Ты на кресте, и птицы не поют. Кричит народ, копьем пронзили бед, ребра. И уксус вместо влаги подают. Издевка, злоба, ярость, иступление. О, если б знал один хоть иудей, Что смерть Христа и было их спасение, Что, умирая, спас он всех людей. Греханам ВП. Это старообрядческий поэт, считается. И хорошие стихи у него есть. Так. Церковь. Тихон. Да, слово написать. Уже можно будет найти. Дальше выходим. Кто был прав. Вот мы копируем. Уходим. И надо нам увеличить. Открываем вордовский листик. Раскрываем его. Вставляем. На цикл 20. На число 20. Переводим. Надо ли? Прошу, считай. Вопрос 3319. 19 том открытым оком. Кто был прав. Никон или царь Алексей Михайлович. Когда они разошлись окончательно. И возможно ли было примирение. Какие вопросы. Ты понимаешь. Какие. И вот когда собираются где-то. И какие вопросы. Посчитай там одни. Даже слушать не о чем. Ответ. Оба были неправы. Но правее был конечно же Никон. Он боролся в данном и конкретном случае за свободу церкви. Которую так и не сумел получить. Так как искал уже не свободы церкви. А подчинение царя. Под свою руку. По образу Папы Римского. Под свою туфлю. 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 Благоприятнейший момент был упущен навсегда. Если бы они были духовные. Они могли бы хотя бы чуточку приподнять занавес будущих событий. Увидели бы что в народе без благовестия нет евангельской веры. И этот глупый и темный народ на святой в кавычках Руси сбросит и царя и патриарха. Николая и Тихона. В первые годы советской власти были ликбезы. Ликвидаторы безграмотности. Сидели отцы и матери за партами и писали. Мы не рабы. Рабы не мы. А на самом деле все были в невиданном рабстве греха и смерти. Надо писать. Рабы не мы. Не мы. То есть не мы. Уста их закрыты. Они не проповедуют. 2 Петра 2.19 Обещают им свободу. Будучи сами рабы тленее. Ибо кто кем побежден. Тот тому и раб. Вот так. Эта фраза о рабах читается иначе. Рабы не мы. Мы не рабы. То есть у ненаученного уста закрыты. Он нем. Бес глухой и немой не вышел из него. Марка 9.25 Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. Православие немо. Или немо? Нему. Капитан Нему. Потому что ненаучено и потому рабы. Особенной немотой прославилась православная церковь в России, что и было передано по наследству большевикам, которые драконовскими законами о несвободе засели в устах всех. Все молчали, ибо за одно слово отправляли на тот свет. Примирение было возможно между Никоном и царем так. Никон занялся бы благовестием и к тому бы призвал всех своих служителей и прихожан. А прихожане и есть та сила, которая открывала бы новые, возрожденные от Духа Святого кадры. Да и царь был бы иной, ибо Дух Христов единит и врагов. Только через евангельскую веру возможно примириться. А так как этого не было, они, как два козла на узкой доске над рекой, бодались, пока не рухнули. Представим, что на месте Никона был бы Павел, апостол. Ситуация была бы изменена в течение одного дня. А Никон сидел и переигрывал разные вариации, как лучше вернуться к своим привилегиям, как смирить царя. Этим занимались немецкие генералы в плену, переигрывали проигранные сражения. О Христе, о жертве Иисуса, о пролитой крови. Иисуса нет даже слова. Они плотские были оба, чужды духа евангелизации. Я говорю о Никоне и о царе Алексея Михайловича. Иоанна 21-22. Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Ты иди за мною. А он хочет, чтобы прибыл здесь царь, пусть остается царем. Филиппийцам 1, 18-20. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействию Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем постромлен не буду. Но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Дальше. Пан Моголизм. Судьбой павшей Византии мы научиться не хотим, и все твердят листицы России. Ты Третий Рим. Ты Третий Рим. Пусть так. Орудие Божьей кары, запас еще не истощен, готовят новые удары рой пробудившихся племен. Отвод Малайских до Алтая, вожди с восточных островов, у стен поникшего Китая собрали тьмы своих полков. Как саранча, неисчислимый и ненасытный, как она, нездешние силы хранимы идут на север племена. О, Русь! Забудь былую славу, орел двухглавый сокрушен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен. Смириться в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть? И Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть. 1 октября 1894 года, Владимир Соловьев. Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ, религиозный верующий. Вот это его стихотворение. Так, о чем? Церковь, Никон и царь. Вот так. Ты сейчас стихотворение читал, ты подумал, что мое, наверное, да? Нет. Не подумал? Нет. Я люблю его стихи, поэтому взял. Вот, теперь далее. Нам нужно вернуться назад и открыть новое. Скопировать. Закрыть. Приготовить страничку, куда вставить это. И надо теперь увеличить, уменьшить по размеру, чтобы можно было заснять. Вот. Вопрос 3354. 19 том открытым оком. Откуда такое убеждение коммунистов, что с приходом от христианства не мир приходил, а распри? Вопрос понял? Я понял, но я такого утверждения не слышал. Ну, пожалуйста. Ответ. Проще всего сказать. Сама такая же дура. Но, по сути дела, они правы в определенной части. Дело в том, что такова установка учения Христа. Где оно появляется, там наступает выбор. Старые устои мирного гниения закончились. Матфея 10.34-36. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. И когда апостолов гнали с обвинением их в смутьянстве, это тоже соответствовало истине. Деяние 17.6-7. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. То есть обвинение было и тогда, дальше. Если бы хотели говорить всю правду, то договаривали бы, что закрыто за этим разделением, за подобным возмущением, жизнь вечная через отделение от своих вчерашних сотрапезников. Но дьявол есть лжец, и по-иному он и не может наставлять своих приспешников. Они всегда лгут. Были обновленцы, которые вели богослужения на понятном русском языке. Чего ж лучше и нужнее. Но патриархины, воюясь с живоцерковниками, увязывают русский язык с обновленченством и сквернят саму мысль о необходимости понятного богослужения. В 1813 году возникло и в России библейское общество. И даже вполне вероятно, что там были и масоны, и многие книжки были неправославного духа. В рыбном пироге есть и кости, но не выкидывать же голодный весь пирог собакам, потому что там есть несъедобные кости. В 1824 году императору Александру I архимандрит Фотий давал совет, как предохранить Россию от революции. Кавычки открыты. Библейское общество уничтожит под предлогом, что уже много напечатано Библии, и они теперь не нужны. Вот тогда-то и появилось распоряжение не печатать книг духовного содержания без надлежащей цензуры. Заодно это уже должна была прийти революция, и она подмела всех Фотиев и Макариев с серойфимами. Добились разрешения выловить уже напечатанные книги и уничтожить. Так и делали, и к этому снова приходят. Так что же нужно сделать, если есть вредные книги и еретики? Создать встречное движение, выйти на благовестие всем, жить согласно Евангелии. Бог дал свободу, и никто не должен посягать на нее. Что пользы, если и порубишь все головы, как спроводился пророк Илья, сотворить с жрецами Вааловыми? Но уже чуть ли не день пришлось самому бежать из страны своей. Когда была свобода при добрых царях, где же были эти пророки, и почему они были так одиноки? Почему же они не создали тысячи пророческих школ, чтобы все знали Бога и Егову, и Ему одному служили? Сколько бы ни скрипели староверы в своих скитах, но пока они не выйдут к народу с Библией, до тех пор и будут ржаветь в своей озлобленности и в самом настоящем расколе от истины. «Нельзя самоутешаться местечковой правдой, не зная правды вселенской и не заглядывая завтра на основании хорошо понятного вчерашнего. Когда будем все ревнителями проповеди о Христе, тогда и будет мир у принявших учения Христа, и будет всеобщая война от непринявших благую весть». Псалом 119.7 «Я мирен, но только заговорю они к войне». Деяние 19.9 «Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана». Римлянам 11.7 «Избранные же получили, а прочие ожесточились». Стихотворение. «Не зная Библии, ни разу уже слыхал, есть осуждение принципа за око-око, и зуб за зуб, как развести скандал и не томиться многолетним сроком». Потом прочел, откуда это взято. Из Моисеева пустынного закона. А для евреев было это свято, что смерть за смерть всем извергам, подонкам. Закон такой, как помню, осуждали. Но ныне слышим приговоры судей. Когда один стервец до пятерых завалит, ему уж пять лет дадут, и на свободе будет. Закон Христов иной возгласил. Прощенье, милость, чуди покаяния. Пусть то змееныши со свастика расист, притоголовые озверелые янки. Но если до Христа не доросли, и не переродились полностью в Иисусе, под шариат пускай бы волокли на извергах дикторов на ускать. По справедливости, как жить, подскажет совесть. Ведь от нее в законе отголоски. Особенно же судьям быть бы солью. Статьею цепкою хватать змею за глотку. Не зная Библии, конвенции трясут. С кости пытаются от казни отвести. Одна надежда, что есть Божий суд, и что на земле на слепоту вердикт. Не зная Библии, зачем же стал судьей? Не убоишься ли стоящих много выше? И что преступник, возвратясь, убьет, уже в суде он адской злобой пышет. Неверующих судей не должно и быть. Они повинны все, подсудны без остатка. От рога главного до секретарь шкопыт. Зарплата гималайская, от дьявола насадка. 21 декабря. А с чем речь идет? Почему христианство вызывает смуту? Так, значит что, церковь и смута от христиан. Вот так. Снова. Новый вопрос вытягиваем. Это уходим. Вот так. Снова создаем себе платформу. Немножко мы ее подмарафетим. И вперед. Вопрос 3355-й. 19-й том открытым оком. До кого легче достучаться сегодня? До патриархии или до РПЦЗ? Чтобы они прислушались. Ответ. К чему прислушаться? К чему прислушаться? Голосов много. Но как разобраться, что это сам Господь говорит? Это мне в университете. Я стою за капитрой, идут записки. Я на них отвечаю. Я не знаю где-то. Или это я вел три радиопрограммы. В школах где. Но вопросы серьезные. Только через голос Библии и совести. Библия часто и чуть ли не всегда никакой роли не играет ни для тех, ни для других. А совесть может быть сожженной. Лично я не вижу преимущества ни у кого. Одинаково бредят Святую Русью. Одинаково придают какое-то суперзначение канонизациям своим. Особенно царского семейства. Вот так. То есть я говорил тогда, когда ни о каком объединении с патриархией речи не было. То есть это 19-й том, но могу сказать 10 или 12 лет назад это было. А это дело канонизация, прославление от смертных и грешных человеков... Человечков. Человечков. Совершенно и абсолютно никакой роли не играет. Потому что тут и предвзятость, тут и местечковая правда. Местечковая. Местечковая, да. А чего же не хлопочут канонизации царя старообрядцы, католики, протестанты, армяне и копты с сирийцами? Им наши канонизации все, как зайцу тормозная лампочка. Вот так. Вот как митрополит Виталий видел беды. Кавычки открыты. В данное время большинство поместных церквей потрясены во всем их организме страшным двойным ударом новостильного календаря и экуминизма. Новостильного календаря боятся, как огня. Другой беды он не видел. Кавычки открыты. Я имею в жизни две ценности. Православие и русскость. Это он говорит. Новый стиль беда, а старый благо. Да старый это стиль установлен благоязыческим императором Юлием Цезарем, а новый папой Григорием. Цезарь Гайюлий, 102-й год, 15-й, 3-й, 44-й до н.э. Древнеримский государственный политический деятель, полководец, писатель. Новый стиль введен в 1582 году при папе римском Григории XIII. Помешались на канонизациях, воображая, что якобы им дана власть знать то, что запредельно, ведать об участи умерших. Лезвь абсолютно недоступная, и это по гордости, хотя в то же время толкует только о своем смирении. Столько. Колоссянам, 2, 18. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Монахи монаха прославляют и давят на то, чтобы Бог утвердил их деяния и непременно завизировал их канонизация. А вот на страшном суде, может быть, все совершенно наоборот, и канонизированные окажутся с левой стороны, а канонизаторы будут посрамлены перед всей вселенной. Иаков, 2, 4, 9. То не пересуживайте ли вы себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями, но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте, и перед законом оказываетесь преступниками. Стихотворение Мы верим в Иисуса по слову осуждения, и мы лишь повторяем написанное в нем. Анания с Апфирой вновь в банке спрячут деньги, но Петрова слово их в дугу согнет. Какое замечание не сделал бы попам, не говоря о беззаконных выше? Он понимает же, укором цель попал. Нас не судите, а такое брызжет. При не суди, когда нет обличения, костнеет сутенер под желтым светом. При издыхании и чистоте плачевной, куда влетит будущая комета? Блудящая Вот тут буква пропустена, считай снова. При не суди, когда нет обличения, костнеет сутенер под желтым светом. При издыхании и чистоте плачевной, куда влетит блудящая комета? Суд окончательный в анафеме бессрочной, а человеков смертных в бессмертии указания. В канализациях тут суд незрим воочию, когда конец бревна заметен под глазами. Кто трудится, страдает и любви сгорает, не просыхает потный на деляне? Ща проповедь достигнет до окраин, ему Дух Божий поднимет планку. На делянке пропущена, и она уже теряет рифму и все. Я не знаю, где попаду или нет. Нет, не попал. Вот как. Им, труженикам, у Христа в саду, нет времени подглядывать, судить. Одеты в праведность, когда же они уйдут, на пустырях увидят чудные сады. Вот так. То есть они работали, и все. О чем здесь речь идет? Ой, не помню даже. Не помнишь. А ты запоминаешь все время, молодой. Так. С чем разница РПЦЗ и МП? Можно так назвать. Церковь. Так. Заводим. Снова. Выделяем. Копируем. Скрываем. Подготавливаем платформу. Вставляем. Приводим в соответствие законов о величине. И срочно засчитываем. Вопрос 3405. Вот уже 20 том пошел. 20 том открытым оком. Что за послание о беззакониях патриархии появилось в печати какого-то Диамида с Чукотки? Пропал теперь мужик. Наш епископ Максим вряд ли похвалил бы его. Да и сам никогда не обличит власти местные. А тут такое творится. Ответ. Вот это послание. Вот это послание. Кавычки. Мы клирики и понашествующие миряне Анадырско-Чукотской епархии во главе с нашим архипастарем и отцом переосвященнейшим епископом Диамидом обращаемся ко всем верным во Христе чадам православной церкви. Наше обращение вызвано той болью и скорбью, которыми сейчас наполнены души всех искренно стремящихся ко спасению православных христиан. Данное обращение составлено в исполнении слов Христа Спасителя. Кавычки открыты. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и облечи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. Матфея 18.15.17 В настоящее время в русской православной церкви, в московской патриархии, членами которой мы являемся, существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения. Первое. Постоянно набирает силу еретическое учение экуминизма, стремящееся, вопреки словам священного писания, церковных канонов и правил, святоотеческого учения объединить все веры в одну религию, или, по крайней мере, «духовно» их примирить. В рамках этого движения совершаются совместные молитвы с еретиками. Еретики присутствуют на православном богослужении, при этом нарушаются 45, 46 и 65 апостольские правила и 2, 32, 33 и 37 правила Ладикийского собора. «Учащаются приветственные, кавычка, братские послания православных и наславным, противоречащие словам апостола Иоанна Богослова, «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его» 2 Иоанна 1, 10, 11. Проводятся совместные встречи и заседания, вопреки словам Божественного Писания. «Блажен муж и женеиде на совете нечестивых» Псалом 1, 1. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся» Титут 3, 10. Второе. Развитие духовного соглашательства, неосергианства. Это все взято из послания Диомида, епископа Щукотского. «Подчиняющего церковную власть мирской, зачастую богоборческой власти, в ущерб благодарованной свободе. Это противоречит учению апостола Павла. Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» Галатам 5, 1. Все подтверждается местами Писания, действительно так и есть. «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» Галатам 1, 10. Именно это является главной причиной участия церковных деятелей в экуменизме, одобрения ими глобализации, а в дальнейшем и к подчинению церковной организации единому мировому лидеру. 3. Молчаливое согласие вместо обличения антинародной политики существующей власти, приводящее к распаду государства, демографическому кризису и другим негативным последствиям. 4. Оправдание и благословение персональной идентификации граждан при ошибочном утверждении, что принятие внешних знаков и символов, навязываемых новым временем, не может повредить душе без ее сознательного отречения от Бога. 5. Четкая тенденция дискриминации верующих по принципу несогласия с процессами глобализации, наличие старого паспорта, отказ от ИНН на храмы, монастыри, практика неканонических мер церковных наказаний к священникам и монашествующим, запрещение в священнослужении, удаление с места служения и так далее. Это они правы. Абсолютно так и есть. Послание-то сильное. 5. Одобрение демократии. Призыв к голосованию за определенных политических лидеров, вопреки церковным канонам и в нарушении соборной клятвы 1613 года. 6. Проведение межрелигиозного саммита с обращением к лидерам, Большой Восьмерки, что является признанием их власти. Большая Восьмерка является органом мирового масонского правительства, подготавливает приход единого мирового лидера, то есть Антихриста. Поэтому всякое сотрудничество с ними духовно опасно. По словам архиепископа Аверкия Таушева, «Необходимо помнить и знать, не может истинная церковь Христова провозглашать и утверждать, какую бы то ни было ложь, и вступать в содружество или сотрудничество с врагами Христовыми. А потому все те епископы, клирики и миряне, которые в этой лжи участвуют и с врагами нашего Господа и Спасителя, так или иначе дружат и сотрудничают православные только по имени». Вот так. Это правильно все говорит. Правильно. Седьмое. На прошедшем саммите религиозных лидеров в итоговом документе, подписанном всеми собравшимися представителями религиозных конфессий, была засвидетельствована «вера в одного Всевышнего». Кавычки открыты. «Будем хранить мир, заповеданный Всевышним». Мы не считаем, что у нас один Всевышний с иудеями, мусульманами и прочими религиями и учебниками. Абудея Господь сказал, что «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». 8.44. Мусульмане считают Всевышним Аллаха, а Сына Божия – простым пророком. Господь же говорит «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14.6. Об этом же учили и апостолы. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» «Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. А исповедующий Сына имеет и Отца». 1.2.22.23. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста». 1.1.4.3. Один Господь... Это не мои слова, не «Я выборку». Это они берут из Писания. Для православных вообще это не свойственно. И поэтому послание от Адиомида и сего пасты принимает особую значимость. То есть обратить на него внимание хотя бы. «Один Господь, одна вера, одно крещение» Ефесянам 4.5. Призыв религиозных лидеров, в том числе и представителей РПЦМП, подписавших этот документ, гласит «Уважать и принимать друг друга, невзирая на религиозные, национальные и другие различия». В этом мы видим противоречие евангельскому учению. 2.1.10. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». 8.1. Мы выражаем свое несогласие с официальным заявлением по Центральному телевидению о единстве нравственных оценностей у православия, иудаизма, мусульманства и католицизма. Это ложное мнение. Мы не можем иметь единые нравственные ценности с современным иудаизмом и его моральным кодексом Талмуда, по которому все люди, кроме евреев, гои. Мы также не можем иметь единые нравственные ценности с мусульманством, допускающим, например, многоженство. Мы не можем иметь единые нравственные ценности с католицизмом и его моралью ордена иезуитов. 9. Мы озабочены и не согласны с попранием принципа соборности в связи с долгим отсутствием от созыва поместного собора и передачи важнейших его функций собору архиерейскому. 10. По уставу 1988 года в Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения церковного управления и церковного суда законодательная, исполнительная и судебная принадлежит поместному собору. 11. А по уставу 2000 года архиерейский собор является высшим органом иерархического управления Русской Православной Церкви. 12. В заключение нашего послания мы просим и умоляем пред лицом всей Церкви Христовой архипастерей, пастерей, монашествующих и мирян, причастных тем или иным образом перечисленным выше отступлением от чистоты евангельского, догматического, канонического вероучения, обратиться от пути отступления и принести плоды в достойное покаяние. 13. Да пребудем все едины в чистоте православной веры. Обращаемся также ко всем чадам Русской Православной Церкви с призывом поддержать наше обращение. 13. Богоявление Господне 2007 год. Преосвященнейший Диамид и епископ Анадырский и Чукотский, егумен Илья Емплуев, иерей Сергий Бахарев, иерей Евгений Пилипенок, монах Гавриил Ларионов. 14. Корреспондент портала credo.ru по телефону связался с епископом Диамидом и тот подтвердил подлинность этого обращения и его подписи под ним. 14. То есть вот это хорошо сделал. А то можно было бы написать, а он даже сказал, что я бы не знал. 15. Иерарх сказал, кавычки открыты, это обращение готовилось для книги «Страха не боимся», а его распечатали на сайте. 16. Оно предполагалось не для широкой общественности. Оно для тех, кто интересуется и выступает против глобализма и прекрасно понимает, к чему оно ведет. 16. Кавычки закрыты. 17. Нужно молиться, чтобы Бог начал пробуждение в России. 17. Это мои слова, я пишу. 17. Диамида можно бы пригласить к нам в гости. Пусть бы с нами походил на благовестие. 18. Мы молимся за него, каждый день его имя поминаем. 18. Самое ценное в их обращении то, что они в таком малом, по объему вскрики, успели указать на Бога, на Писание 12 раз и на кануны 6 раз. 18. Молодцы! 18. Колоссянам 3.23. 18. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. 18. Кавычки закрыты. 19. Как Иоанн Златоуст умоляет каждого начать делать пусть пока необычное дело, и тогда все последующее будет уже как бы от тебя иметь начаток. 19. Кто думал, что перевод с одного прихода на другой простого священника послужит началом революции в Румынии, и в дальнейшем от этой искры сгорит и сам диктатор Чаушеску с женой Еленой и со всей дьявольской коммунистической системой насилия и лжи? 19. Может и тут такое быть. 19. Первое царство 12.15. 20. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. 20. Жили люди, знаете, еще не знали, всех разогнали. Какие они молодцы. Но это было повеление Божие. Всех разогнали. 20. Дальше. 21. Не говори, забыл он осторожность. Он будет сам судьбы своей виной. Не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой. 21. Я прямо отношу этого. 22. Ну любит он возвышение и шире. 23. Ну любит он возвышение и шире. 24. Ну любит он возвышение и шире. В его душе нет помыслов мирских. Жить для себя возможно только в мире, но умереть возможно для других. 25. Так мыслит он, и смерть ему любезна. Не скажет он, что жизнь его нужна. Не скажет он, что гибель бесполезна. Его судьба давно ему ясна. 25. Его еще пока месть не распяли. Но час придет. Он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали. Рабам земли напомнить о Христе. 24. 1874 год. Некрасов. 25. Некрасов Николай Алексеевич писал это посвящая Щердышевскому. Все на этом. 25. Так, напиши церковь. 25. А что ты пишешь? 25. Церковь пишу. 26. Пиши. 26. Церковь и дальше что? 26. Диамид. 27. Диамид. 27. Все на этом. 27. Слава Христу. 28. Слава Христу. 29. Слава Христу. 29. Слава Христу.